Поэтому вы угадываете намного-намного чаще. Вот и выясним на практике. Так, и начинаются уже драфты. Первой карты. Дефой? Так я дефой. Давай. С кем они отобрались на эти ланы? Куда Сеп ездил? А ну-ка. Ну, в онлайне игра одна. На лане абсолютно не работает. Ну, все, а что вы хотели? Ну, да, чуть-чуть неопытный. Все нормально. Все еще впереди. А как еще опыт получать, если можно не стереть? А как получать, если визы не дают? Вот, GD on Dying First Peak. У меня уже сердце лежит к нему. Здесь уже пора не получать опыт, а показывать наработки, которые ты, собственно, сделал в течение года. Кстати, часто видно вот такую вилку. Банят правилом места, банят Марси и остаются в пуле on Dying. То есть, по факту, это топ-3 герои сейчас на First Peak. Да, и сейчас у GD оставили как раз on Dying в пуле. Хотя правильнее, наверное, было бы оставить и Марси, и on Dying, и одного из них забрать. Ну, тогда ты просто получишь в лицо Марси, и тебе будет не очень. Ну да, то есть в Марси это топ-1 прям. Ну а с on Dying что тебе не очень будет? Ну, против on Dying как будто можно все-таки играть. Конечно. Не знаю, раньше вот в СНГ, ну как, буквально месяц-полтора-два назад, всегда был ответ Enigma плюс один. Он же просто не играет с Enigma, поэтому им да, чуть-чуть потяжелее сейчас будет. Но в целом on Dying это такое, ну не прям имба. Да мы уже видели, то есть перформанс его даже в прошлой карте. Он точно сильный герой, не спорю. Но условно там выходить в размен с Марси, это прям такая ловушка. Тут просто есть еще специфика исполнения LGD на протяжении и этой групповой стадии, и того же самого Erlington Major, где у них прослеживалась история, что они первые там 5-6 минут, там 10 минут отдают кучу фрагов. Они могут начинать играть нормально, когда у противника уже там 1007 преимущества на 15-й минуте, и они начинают очень долго камбэкать. И вот кажется, что в нынешнем мете за это их очень часто наказывают. LG забирают Разор и Элдер Тайтона, вообще не отходят от своих идей. Вот как заметил Стас, да, они берут этих героев, и здесь не исключение. У меня вообще не заходят эти два персонажа. Элдер больше ситуативный герой, ситуации для него я сейчас не вижу. Разор, в принципе, он был сам по себе универсальный герой, его понерфили. Он также может хорошо стоять в линии, но сейчас у него меньше аутов гораздо себя реализовать по игре, как по мне. То есть это герой для меня лично прошлого патча. По поводу разменов тоже хотел добавить то, что лучше, когда у тебя все-таки один герой есть из таких вот Тир-1 ферст-пиков, и вот даже если бы ты оставил Марси и Андайинга, не факт, что LGD рейтили бы больше в Марси. Да, они могли бы также взять Андайинга, и ты бы взял Марси, тебе уже гораздо было бы приятнее. Элдер все-таки это не Тир-1 на какой-то такой ферст-пик или дабл-пик герой. Его очень синтетивно пикают, в частности, только рейти 2G пока что. Требя лучше бы уже Праймл Биста отдал. Ну и вилку делал Праймл Бист, Андайинга, если уж ты так хочешь вилку. Слишком Марси ты рейтишь, мне кажется. Да, Марси топ-1, да, и LGD даже сами, они в течение этого сезона неоднократно играли с Марси, и XNQ прекрасно играет на этом герою. Я бы добавил две копейки по поводу Титана Разора. На самом деле герои и вправду, да, не Метвы, все дела, Разор по фикшн, но все упирается в линию. То есть если сейчас они придут в андайинга, постоят хорошо линию, Разор будет вот этот стандартный с нетворсом, где будет БКБ, где он будет держаться по нетворсу, не отставать от вражеских коров, то это все тот же Разор, который разваливает, я уверен. Я это видел, БКБ, рефреш, поехали. Это точно герой для Амара, то есть его плейстайл, он как раз играет в оффлейне. Может даже такую оффлейнерскую мету начал, когда в оффлейн приходит такой семикерри и начинает там фармить, много иметь. В любом случае, сейчас я вот вижу СФ, и СФ отличный ответ против Разора на линии. Я думаю, он может спокойно пойти керри, если Разор вдруг тоже будет оффлейн. То есть сейчас пока что флекс такие позиции у обеих команд, и будет видно уже дальше, как они все-таки решат поставить своих героев. СФ точно, у них линия очень сильная, там тамба ставится, кое ловишь, и уже тяжело. Да, но Разор тоже может и керри пойти, и мид в принципе в теории. Не думаю, что это Разор керри будет, прям я уверен, что это будет Амар. Сейчас они доберут какую-то снэпку, которая там будет разбирать. А, снэпку забанили, окей. Юраги, он спокойно на Разоре играет, по-моему, тоже его стиль. Конечно, Амар, скорее всего, захочет на Разоре. Это походу, что это такое? Такая-то пятерка пугна. Пятерка пугна? Они камбэкнули в мету годовой давности примерно? На самом деле она неплоха, ее незаслуженно забыли, как по мне, потому что вард всегда был хорош, там, конечно, его пофиксили. Сейчас он не снижает урон от магического, который заходит туда, и сейчас он просто наносит урон. Но наносит он очень хороший урон, потому что в последнем патче как раз этот вард про Апполь, и ОДЖИ, видимо, в курсе, и решили взять пугну. Но пока что, опять же, я не вижу каких-то крутых кастеров. Да, СФ, в принципе, можно сказать, что один из них, но если он на позиции керри, я думаю, ему не обязательно будет кастовать. Да, опять же, да, у него рейзи не так много ман стоит, не совсем понятен пик пугны. Просто как под пуш, видимо, лейнинг такой. Мне кажется, просто сигнатурный герой старается использовать ОДЖИ, не пытается ничего придумывать. То, чем они тренировались долгое время, то они сейчас, собственно, и набирают. А может быть, опция просто от ОДЖИ задавить ЛДЖИ на ранних таймингах? Ну, не то, чтобы спушить их быстро, понятное дело, а вот именно воспользоваться тем, что мы за 15-20 минут раскатываем сноубол и просто не отдаем потом карту. Ну, Razor Elder Titan на самом деле не особо подходит под эту концепцию. Да, пугну, в принципе, в это вписывается, но я не вижу, как первые два пика участвуют в этом все. Я пока что вижу ондайнга и, опять же, этот отличный герой против агрессии. Вот и пангольер также появляется, лоу кд ульт у него, и в целом, то есть, может хорошо откидываться. В прошлой игре Fnatic уже показали, как только Secret шли на них с Лешаком и пушили Tower, сразу приходит ондайнг, ставит тамбуну, нажимая от ульты идет фронтплейн, сразу приходит пангольер, начинает крутиться, там откидываться первым-вторым скиллом. То есть, сейчас LGD как раз взяли два таких суперэффективных героя на Ирлигейм, а также добрали Никса, который может остановить на бласте просто и убить, не давать ей пушить. Поэтому LGD сейчас имеют отличный ответ в целом против агрессии OG. Какой крутой пик LGD, какой не очень пик LGD. Да, тут полностью солидарен. Какой войд, вообще непонятно. Под Элдеры пугну, в принципе, под Элдера реально очень много урона, то есть, это тир-1 герой под купол, очень, ну, с прокаста заходит... Кажется, их задавят. Ну, если несколько героев ты ловишь в купол, это при таком условии. В общем-то, Элдер не так много и дает дэмэджи в купол. Он, да, кидает ультимейт, но, мне кажется, тот же Вич-Доктор в пять раз сильнее просто, чем Элдер в этом плане. Ну, это я так, на скидку, там, не знаю, в три с половиной раза. Так, нужна троечка LGD. Есть пули Вайпер, есть пули Веник. Что еще есть под Никса в Войда? Я думаю, одного героя OG забанят сейчас. Скорее всего, это будет Вайпер, наверное. Да, вообще, есть какой-то Тайдхантер так-то, но просто усилить тимфайт, в принципе, и давать... Да они, по-моему, и так сильно уже, смотри, там Байесов, ульта, Панга, ульта. Ну, уже, да, как бы есть, но... По-моему, Лейник надо выиграть против Купола. Ну, не обязательно Тайдхантер, но какой-то лишний контроль, мне кажется, хотелось бы заиметь, чтобы останавливать как-то Войда, потому что если Войд получит хороший фрифарм вначале, может просто выйти из-под контроля. И Войд такой герой, как раз, который может затащить здесь команду OG, как мне кажется. Какой герой? Войд, Войд. Никс и Панга уже спокойно могут его убивать, гангать, то есть скилл-потенциал у них есть. В принципе, мобильные герои, которые могут не давать ему фармить. Но только с появлением все-таки блинка Панга, потому что... или Никса. Иначе, ну, как ты до него дойдешь? Стоит в центре, вот Никс бежит, ну ничего, Войд просто прыгает. А если не стоит в центре? Ну, если не стоит, ну, да, понятно, но имеется в виду команда такого уровня, как OG, не думаешь, что не сможет купить себе центре варки 50 золота. Вот на алкарде я видел, как Никс все-таки пробегал и много всего делал. Ну, да, это все ситуативно. Опять же, я бы, например, на месте LGD усилил сейчас тимфайт, именно чтобы хроносфера не была проблемой. Потому что пока что сейва особо нет, только вот Хилл Андаинга заходит в купол и, может, Пангольер как-то, да, на рейнже, чтобы пассивка вылетела и Войд не бил. Но этого мало, то есть я бы усилил тимфайт и просто шел бы на табора. То есть СФ отлично пушит, ставится тамба, стоит там как контр-инициация Тайхантер, прыгает Войд, сразу реведж ловит вся команда. То есть не дают нормально в этот хроно бить. И, в принципе, навязывает свой темп. Вот Виномассер, да, тоже как бы нормальный такой герой. И Войда закрывает на линии, и тимфайт дает. Мы сконцентрировались сугубо на оффлейнере, а кто у нас мид пойдет у OG? Эмбер, который в бане пошел бы. Сейчас мы как раз это узнаем. Но нужен дэмэдж в купол. Не хватает, мне кажется, уже все-таки дэмэджа. Инициатора нету, на самом деле. Вот от Войда одного играть, это мало. Макл, инициатор. Ну, такое себе. Я пока что вообще не понимаю пик OG. Я в OG, вот мне очень импонируют все герои. Я, наверное, поставлю все-таки на OG в этой карте. Они ближе мне именно и по стилистике. И в целом я понимаю, как они могут выиграть. Да, вот у OG просто набор такая солянка, типа, и непонятно, как они хотят реализовать их. Еще мнение будет по поводу... Ну, я, пожалуй, в этой игре воздержусь. Мне охота посмотреть, как себя проявит LGD на этой карте. И потом уже сделать вывод, потому что я особо не видел матчей ни тех, ни других. Надеюсь, что LGD смогут показать хорошую игру. Тут, пожалуй, соглашусь с Хальдом, что пик у LGD действительно хорош, а пик у OGD оставляет желать лучшего. Я за OG. Я, в свою очередь, также отдам свой голос за OG, потому что если LGD выиграют, я буду рад. Но мы посмотрим, что у нас выбрали зрители, друзья. Итоги вашего голосования прямо сейчас у нас на экранах из OG все-таки топят больше. Вот как можно за один день потерять всю фанатскую поддержку, потому что вчера 72 или 74 процента голосовали за LGD в матче против Evil Genius. Да это Глоры, а я вот true fan и продолжаю верить в LGD, так что все. Но, друзья, сейчас мы будем выяснять все это на практике и отдадим слово нашим комментаторам. Ахиллес Майл Шторм, вы в эфире? Да, самая жаркая встреча из тех, что нам здесь доведется с тобой покомментировать, как мне кажется, у LGD, особенно после того, как LGD провалили первый день, у G провели его, ну, плюс-минус неплохо. Наверное, они хотели себе 6-0, но 4-2 это тоже нормально. Но LGD 2-4, вдумайтесь. И они показали какую-то совершенно ужасную игру. Что с ними было, непонятно. Что скажешь вообще по командам, по драфтам там? Слушай, я уверен, что вся Уэйд должна была просто за вчера, за тот вечер, ну, скажем так, вставить там, да, им за трещину, чтобы ребята проснулись и включились, потому что... Умылись? Да, умылись, это самое главное, потому что LGD не были на себя вообще похожими. Приверите на секунду, коэффициенты от BadBoom, 1.75 на LGD, они все же фаворит, и 2.05 на OG, не забывайте про бонус, который скрыт под баннером, который находится под трансляцией. Продолжай. Слушай, ну, вот в целом по драфту мне... Ну, я согласен с этими коэффициентами, потому что Виномансер, он тут прям должен и этого Вайда, и по игре этого Разора прям доставать, и Магнусу неприятно играть против этого Виномансера. Как тебе вообще-то ожидал увидеть лас-пик Магнуса, скажи мне честно? Ну, конечно, нет, потому что всем было понятно, что это герой для БЗМ, да, Юраги будут на Войде, Амар Зефакер на Разоре, ну, в крайнем случае это будет герой для Амара, но в пуле Амара я не помню Магнусов. И вдруг появляется Магнус, да еще и БЗМ садится на Магнуса соло-мид. Естественно, нет, я этого не ждал. Я, сказать честно, тоже не ожидал. Я знаю, что БЗМ, он его тренировал, но как будто в этой игре хочется какого-то такого активного, такого, знаешь, медлака, который будет там хоть что-то делать. По итогу они взяли так, знаешь, прям пассивного Разора, пассивного Вайда и пассивного Магнуса. Да, такой вот вообще концепция. То есть Магнус-то он, по идее, и Войду, они могут синициировать, но штука в чем? Войду первому не всегда хочется прыгать и не всегда удобно. Магнус, он тоже любит, чтобы кто-то собрал вокруг себя толпу и туда уже залететь. А таких героев нет. В то время как у LGD есть Венник, который еще сильнее мешает инициировать. Есть Никс, который сам прекрасно инициирует. Зомби идет вперед, всех светят, панк закатывается, и СФ наносит урон. Концепция драфта у LGD мне нравится. Вчера как-то вот, даже на драфтах вчера LGD выглядели часто сомнительно. Обратите внимание, что OGD захотели свапнуть линии, не захотели ставить вайддавь на Мансера, но и понятно, и по итогу развод пришел в топ. Ну да, войдет на Мансера, это понятно. Вот этот периодический урон против Таймволка очень хорошо работает, и войдет никак с Венником не справится. Посмотрим, что здесь будет. Nothing to say. Человек, который проиграл первую карту и во многом подвел свою команду в финале прошлого Инта на Пангольере. За этот год сделал действительно большой прогресс. Его Пангольер стал гораздо-гораздо лучше, это видно невооруженным взглядом. Ой-ой-ой, тут проблема у вайда. Он потратил Таймволка, его сейчас что, заберут просто? Да, судя по всему, еще один рейс-бодиблок от Миши. Жалкие попытки. И фраг для Шадоу Финда. Забирает ФБ себе Аме. Ой-ой-ой. Старт не самый хороший для OG. Тем более с их трафтом, да, кажется, что... Хочется хотя бы линии немножко поставить плюс-минус ровненько. Каким-то чудом, но... А Боид погибает от СФа. Да, сейчас мы будем потратить телепорт в бот. И в теории, если при большом желании, LGD могут тоже свапнуть линии и полететь в бот на Миномастере, да? В теории. Но опять же, они, видимо, решили, что и так нормально будет. И в топе Миномастер себя чувствует нормально. И в боте СФ будет себя чувствовать прекрасно. Поэтому решили не суетиться. Ой-ой-ой. Разор погибает. Попытался он подойти, чтобы его заденали. У Тайги также будет минус ХП. Ну и спокойно абсолютно здесь можно и подпушить вышку. Знаешь, мне кажется, вот что... Я смотрю на эти линии, на то, как их стоят LGD, что их и так устраивает. И так устраивает. Поэтому они даже и не рыпаются. Я с тобой согласен, что, наверное, именно Shadow Fiend в изделайне будет себя чувствовать даже, наверное, комфортнее против вообще любого этого матчапа, что он там стоит и более безопасно себя чувствует. А в оффлейне, возможно, там, да, и какой-нибудь будет прибегать Магнус, какой-нибудь руной, да, и будет ему доставлять неудобства. Ну, а здесь просто СФу главное взять свое. Он забрал килл, ФБ это уже большое подспорье. Плюс по крипам у него тоже все здорово. Он впереди Войда. Сверху забрали Разора, подпушили вышку, получили преимущество. Ну и в миде, как мы видим, ну, чуть-чуть ведет Магнус, да. Но, в принципе, Пангольер... Опять же, Пангольер с шестым левелом уже может сделать очень многое. Магнус, наверное, на шестом вряд ли куда-то побежит. Кого-то гангать, реализовывать РП. Это очень сложно. Вообще, конечно, интересный графт LG получил. И, знаешь, мне интересно, как они линию им поставили. Что они поставили вина мансера, андайинга именно в топ. А получается, в боте стоит Шатофинт с Никсом. Ну, такой мили-рэндж, мили-рэндж получился. То есть, рейнджевой керри и милишный суппорт, и милишный суппорт тройка рейнджевая. Амар, Амар сильно проседает, но решили под крипов не лезть за ним. Да, да, правильно. Не надо терять просто так хп под крипами. Зачем? Вы и так линии, в принципе, нормально стоите. То есть, контролите его. Виномансер эту линию перетянет в свою сторону под тавер. Поэтому у них сейчас вообще будет все прекрасно. Посмотрели мы стату, а в этот момент умер воет. Как это вышло, я не знаю. Я тоже не знаю. Он даже таймволк не потратил. У него стики, 11 стиков. То есть, это, видимо, за Койл-Койл-Стан Койл. Видимо, так это было. Что происходит? Виномансер умер. Мы, видимо, разменялись с Разором. Ой, Тайга! Успел. Зомби из ряда развернулся. Мог зомби идти до конца, и Тайга бы просто погиб. Но, на самом деле, размен 2 в 2. Я думаю, что в любом случае для Веника вот так размениваться выгоднее. Потому что Веник, ну что он? Он прыгнул, ульт свой дал, с пылы там раскастовал. Все, он готов. Разору нужны шмоцки. Разору нужно садиться на того же СФ. Нужен от него импакт. Поэтому здесь размен хороший. Ну и самое главное, что СФ убивает Войда, который, опять же, непонятно, как это случилось. Он ультимейта у СФ еще нет. Он не мог взорваться просто. Такое ощущение, знаешь, что он получил пару рейзов, остался, не скинул дебаф, не подождал, получил подкоп и еще 3 рейза. Или там 2 рейза. И слишком много урона. Просто я видел уже такое. Вот, раз, два. Зэкс, классическая Зэкс. Вот так, видимо, это и было. Только сейчас с Пугной, а тогда с Войдом. Что он пытается сделать с Никсом? Реально верит в то, что может его убить? Там делейшн работает. Подамажил. Можно пробить. Вот Разор. Бедный Амар. Как же ему... Я представляю боль Амара, что он играет на Разоре против Виномансер и Андайинга на линии. Просто представь это. Да. И он видит, как в Келфиде постоянно еще и с легкой линии СФ делает киллы. Да, смотрим, что... Слушай, вот это LGD, которых, по-моему, мы знаем, да? Да. Эту команду мы как будто где-то видели целых несколько сезонов. Действительно, это LGD, которые хотя бы начали. Так, здорово. Потому что вчера у них была проблема в том, что именно начало отсутствовало. Против Evil Geniuses они начали 0.18. Смогли потом затянуть игру и даже чуть ли не камбэкнули, но все равно проиграли. Против Hakori две игры, где в первый чудом удалось выиграть. Вторая уже не пошла. Но здесь, да, старт мощнейший. Посмотрим, что будет дальше. Знаешь, мощный старт — это лишь половина. У нас так, знаешь, часто происходит на интернешнл, что какой-нибудь явный фаворит, да, который все ожидают, что сейчас они будут просто выигрывать и всех победят, что-то происходит непонятное. Возможно, это секрет LGD, что они решили сразу так с себя скинуть эту, знаешь, некую ответственность, ожидание себя, что теперь их сейчас все спишут со счетов, а они пац, и всех потом переграют в плей-оффе. У меня была такая мысль. Сейчас мы посмотрим за тем, как у нас умирает BZM. Он пытается увезти куда-то андаинга, увозит его с ДД. Ну, в общем, абсолютно легчайший килл. У меня была такая мысль, что... Вот так. LG умирается быстрее, чем... Нафинг Тусе просто за 20 секунд. Он сделал сейчас импакта просто вообще миллион. Да, да, раскатал Магнуса, забрал еще один килл. Короче говоря, что им нужно скинуть в себя вот эту, действительно, ответственность, чтобы не там 18-0 пытаться закончить, а просто первый день провалили. Ну и дальше как пойдет? Там вот даже просто выйти в верхнюю сетку нормально будет. Самое главное начнется на мейн-ивенте в любом случае. Разор, ну, погибает. Ну, нет никаких шансов у него, все, он догнивает. Вот очень важно, что Виноманстер смог зарядить урну, и теперь он с этой урной, он не отпустит линию никогда и ни за что. И у него уже весел сейчас будет. Ты абсолютно прав. И вообще, знаешь, в принципе, одна из проблем Веника, что он на линиях не так себя комфортно чувствует, что у него маленькая атака, то, что его там могут перекаясить. Но здесь уже Виноманстер топный творц. Это вообще, ну, невидимо, что так будет такое хорошее начало. Друзья, кликайте на баннер под трансляцией, получайте бесплатную ставку для новых пользователей в обновленном приложении Бэтбум по промокоду IN22. Да, Веник действительно разогнан. И как бы непонятно, как вообще там делать. Вчетвером, они вчетвером сюда пришли. Они видят СФа. Так, Карабасы, все встанье. Пангольер приходит сюда, и все бежать в рассыпную. СФа вывозит, неплохой РП, но как-нибудь добавить еще урона. Чуть-чуть, Пангольер приходит. СФу удается хотя бы забрать. Это хоть что-то. Зомби перетянулся. Миша практически без ХП. Нужно сбивать Тамбу, Тамбу сбивают. А хорошо получается. Очень даже хорошо могут и третьего забрать. И вот вам поворот. Вчетвером перетянулись УДЖИ. Слишком далеко задайвили. Могли их за это наказать, но не вышло. Настинг Тусейшелд Крэш использует. Перетягивается Никс. Никс уже здесь. Будет ли Карабас? И какой подкоп от Никса! Ксин Кью трех героев копает. Настинг Тусей продолжает мансить по лесам. Все-таки Мишу отстрелили. ПЗМ вывозит Никса, но под Карабас Мён. И приходит самый страшный герой Виномансер. Все, вот теперь всем бежать. Весел на одного повесил. Замедление. Минус первый. Нет, без Днайт здесь никого не получится. Юраги кастует Дилейшн. Он на Веника не попадает. Подкоп пошел. Есть Таймволк. Таймволк имеется. Пойдут за ним дальше? Нет, не пойдут. Знаешь, как будто OG перегнули палку. Они так все круто сделали. Там стянули всех героев, кроме Виномансера. Убили SF, убили суппортов. Но просто отойдите, и все будет у вас прекрасно хорошо. Нет, они пошли дальше, дальше, дальше. По итогу прилетел Виномансер. Все фраги еще и там поубивали их. Да, мне кажется, что могли даже раньше LGD перетянуться. И на стадии, когда SF умирал, уже всех положить. Но в итоге они как-то по цепочке, стягивались. И все равно последнее слово осталось за Виномансером. SF, третий Нетворс, второй Нетворс у Настинг Тусея. И лидирует Фейсбьян. Фейсбьян, которого так сильно вчера не хватало в команде Фейсджи LGD. Немногословная статистика XNQ. Одна игра, но не все. Такой китайский у нас аналог Андаинга, что он не максит Дикей, как сейчас Бенни, это такой больше на файт, больше на пуш-теверов, будет максить Тамбу, но Тамба уже в два. Ну слушай, знаешь, я не могу назвать его не китайским, потому что Янг очень часто практикует как раз-таки через Дикей, а здесь получается... Ну, альтернативный, альтернативный. Что с Нетворсом Войда, кстати, не подскажешь? Где он? Почему он где-то там? Как-то у Юраги... Опять же, у него вчера была игра против ЕГЭ, где он стоял на тролле против Брутмазер, и у него тоже была плохая игра. И мне трудно сказать, что это прямо его вина, потому что, опять же, непонятно, как они эту линию представили. Возможно, именно Пугна, да? Суппорт, который особо не помогает этому Войду. Она просто стоит, 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 а там СФ, там, да, эти Койлы дает. Еще там они вначале получили Вард. Ой, Буаш срабат... Ну зачем-то Тернасферу ставят. Баш же сработал и сбил ТП. Потому что Юраги реально плывет. Сбивает ТП Андайонгу, после этого ставит Хрона. Умер два раза на линии. Причем второй раз ни таймволк, ни стики не нажал. Да, Титан. Да, Титан, но никуда не уйти. Тайгу здесь забирают. Даже, вот, честно сказать, не знаю, что по этой игре, какие выводы сделать. Такое ощущение, что слишком разобранные OG подошли как раз к этому матчу. Потому что LGD делают все здорово, да? Но соперник не ставит каких-то задач. Интересно. Синкью. Как будто, знаешь, сами себя OG передумали на самих драфтах. Что как-то вот это они набрали героев, где, ну, они вообще как будто вместе не сочетаются вообще никаким образом. Ну да. Ну, разве что импауэр наводит. Так. Успевает дать Карапас. Вывозит Магнус куда-то. Никсану тут подкапывает двух героев. Еще и начинает ковырять Магнуса. Веник уже здесь. Так, все. Веник проклинает Мишу. Миша погибает. Дистанционно его забрали. Браво к Синкью. Великолепная реакция. Успел под РП кастануть Карапас в самый последний момент. Интересно, что это тот самый Никс, который берет стан в четыре. Я знаю, что многие критикуют игроки, мнение все, что... Иногда лучше брать Карапаса в четыре, да. Потому что здесь, по сути, смотри, здесь Разор, против которого Карапасы очень крутые. Против Магнуса Карапасы очень крутые. И против Пугны с Титаном. Тоже я считаю, что Карапас это прям вообще мастхед. Я слышал эту позицию по поводу Карапасов. Но знаешь, что я тебе скажу? Что всех последних Никсов, которых я видел, они качались вот так. И было, да, недоумение некоторое по поводу того, что Карапасы не макшены. Но вот ты видел, какие станы он выдает? По трём, по четверым. Я думаю, что он имеет право. Ты даже не станы, а реведжи. Маленькие реведжи. Это минералаги действительно. Самые настоящие. Ну, очень круто отыгрывает. Прямо у него как-то прёт. Причём даже он там стан по-троим выдаёт, когда одного не видит, где-то и везёт. 6500 веник, 6500 ТСФ, 6 пангольер практически. Воет 4200, снизу нападение на Титана. Такие саппорты ещё у Уджи. Вот какие-то бескребетные. Но вот нападаешь на Никса, он там и Карапаса, и стан может дать. А нападаешь на пугную Титана, ничего не могут дать в ответ. Особенно против Никса. Андайк тоже, да, там ставят сразу Тамбу, Ультимейт, Дикей, Хилл. Как бы уже думаешь, так, ладно, я лучше отступлю, да, чем-то в Андайк выбивать. А этим прям легко убить, я согласен с тобой. Ну, и зомби просто заходят, СФ начинает бить Рошана. Что можно отметить, что маленькую фишку, что он поставил Тамбу и старался, скажем так, разликал на врага на карте, чтобы переагрить Рошана, чтобы он перестал бить этих зомбиков. По итогу там зомбики настакались, и просто Рошан очень легко и так погиб. Кстати, прикольная фишка, я не видел, чтобы её суперчасто использовали. Хотя в зомби хорошие ДПС вносят. Наверное, часто просто люди, знаешь, об этом, как бы, знаешь, ну, может, не задумываются так, конечно, глубоко, но это, как бы, да, такие микрофишечки есть у героев. Ну и что, и как-то будет УДжимей сегодня увидим. У нас такая шикарная первая серия была, Secret против Fnatic. Казалось бы, да, не самая, может быть, по тегам для ДПС Групп Стейдж жёсткая, потому что есть и LGD УДжи, например. Но всё равно катка получилась огонь. Здесь пока что огонь, но только в исполнении LGD. УДжи как-то вот не получается ничего. Да и опять же непонятно, как этим драфтом что-то может получиться, но мы верим. Это же УДжи, в конце концов. У них должна быть какая-то идея. Классический УДжи, где у Амара опять к Синькью реагирует. Ну, здесь было попроще. Но он опять смок разревилил. Они вот нажали смок и стоят на месте. Всё. Не могут найти плей на карте, потому что в топе там полностью контролируют территорию Рейдин. Так, 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 летит сюда Пангольер. Амар. Не бьёт молния! Не бьёт молния, но всё равно всё-таки Амар здесь пытался как-то замансить. Молния в крипа въелась и не била по Никсу. Ну, в принципе, не важно. Знаешь, вот эта игра, прям такой, у нас же некий апифеоз, где ОДжи играет максимально жадно. У них, в принципе, такая довольно-таки жадная команда. А здесь у них просто вообще супер-жадность. И за это их наказывают. Да, у нас есть Пангольер, который максимально активный, хочет драки. Виномазер, который с Веселом, да, тоже постоянно ищет какого-нибудь размена. И поэтому, да, прям ОДжи сейчас будут страдать. И их за это наказывают. И при этом не назвать пик ЛГД прям уж совсем беспомощным в лейте. Нет, СФ будет много урона делать. Ник всегда проблема. Веник, опять же, переработанный. Ну, конечно, Веник и Панголера, они, безусловно, импактят очень сильно в начале. Они, в принципе, свою работу в этой игре по большей части сделали. Остается только довести это все до ума, так сказать, до конца. Но торопиться ни к чему, потому что, опять же, на хайграунд заходить сложновато. Магнус может завести куда-то. Друзья, если вы пользуетесь Smart TV, обязательно юзайте приложение ОКО, в котором можно смотреть в супер-крутом качестве. Да еще и использовать функцию повтора, гиперспортивные трансляции, хайлайты. Все это есть на ОКО. Тем временем погибает Разор, но погибает он одновременно с Феномансером. Есть одно новое. Веник успел раскастоваться, и сейчас все здесь гниют. ПЗМ съедает вес, пытается Миша его захилить. Но Миша самому захилиться. Куда? Кого ты хилишь? Миша выходит в декрип. Забирают его. XenQ совершает серию убийств. Это вот еще одна тема. Вот забрал Разора, забрал Магнуса. Все, отлично. Забрал Веника, но он успел раскастоваться. И все, и ничего не сделать. И все умирают. Под коп от XenQ забирают еще и Элдер Титана, который здесь стоял, провардил. Но сбили варды, сбили его. Да, уверенная, хорошая, дисциплинированная игра, где пошли вместе в пятером, по топ. Расставили Vision, встали в позиции. Да, там Веномастера разменяли. Но опять же, чтобы убить этого Веномастера, нужно было столько отдать ресурсов. И к итогу, там просто SF этот Тавр еще расстрелял. И еще и забрали там, да, двух коров и саппорта. Вот все прекрасно, LGD контролирует всю карту. И очень сложно будет уже хоть что-то придумать. Ну, LGD прям собираются все Тер-2 забирать. То есть Бьян умер первый. На двух героев всего лишь успел повесить свои сплы и все равно нанес больше всех урона. SF с Момчиком, кстати говоря. Я вот не обращал внимания. Еще и, знаешь, такой в рейс-пакт у Фейт Бьяна на Веномастера, где в целом такой прям бафы для SF, и в целом файт будет еще сложнее выиграть для команды Dyer. Еще периодический урон. Просто ставится тамба, просто подкоп в Разора. И Разор, Карапасы жмутся. Нет, хорошие здесь эхо с томб. Но как-то зомби, просто зомби не могут победить OG. От тамбы. Даже пытаюсь представить какой-то такой, да, теоретический камбэк для OG. Получается, LGD должны пойти на хайграунд. Титан должен как-то так идеально подстанеть, желательно, несколько коров одновременно у LGD. И Магнус должен всех их вывести. Вот такой расклад я вижу, что они могут камбэкнуть. Но пока что, конечно, это трудно представить в реальности. Да, я соглашусь. Здесь скорее для камбэка OG LGD должны что-то сделать. Вот от них какое-то требуется действие. Ну, либо уже какие-то вывозы под фонтан. Ну, вот что мы видим. Мы видим, что Амар находит его в Синьхью. Карапасы как-то... Ну, ладно. Прожимает нормально. Стан подвоем великолепно. И закатывается сюда на Синьхусей минус два. Да, пока что мы видим, что OG вместо того, чтобы попытаться придумать что-то, они просто продолжают ходить, фармить. Их забирают. На них зарабатывают все больше. Пространства у них все меньше. Я представляю, да, такие сидят OG и думают, о, LGD первый день. Какие-то там они проиграли там Хакори в ничью, Сониками там вроде в ничью. Ну, сейчас мы зайдем и раскидаем их вообще любым драфтом. И просто LGD там как будто, не знаю, там поспали, переродились. Просто зашли. Те самые старые всем знакомые LGD. Они просто вот вообще не дают шансы и какой-то вообще пиксель на карте. Просто везде душат и выгоняют. Никс. Карапасы работают. Веник разультился по-двоим неплохо. Никса забиваем всеми возможными способами. Неплохая хроносфера, но Никс все еще живет. Никак не могут его добить. В итоге погибает Магнус. У Войта также огромные проблемы. Войд погибает. Все, все ресурсы потрачены. Миша с фэшбакла отправляется в таверну. И Тайга телепортируется домой. Но толку от этого? Да, Марзовакер даже в драку эту и не пришел. У него то ли ТП не было, то ли желание. Да, у него телепорт был потрачен на топ. Был вопрос. Пускают LGD пыль в глаза. Они просто вот так вот подошли к первому дню. Или реально у них проблемы. Второй день пока что их первая игра говорит о том, что первый вариант ближе. Слушай, ну и вправду, как ты знаешь, это больше какие-то ментальные что-ли проблемы. Потому что трудно представить, что LGD, которые там, да, уже несколько сезонов просто играют на Тир-1 уровне лучше там круче всех. Как-то раз, и в один момент они приезжают и ничего не могут сделать, да, там, типа, там, таким средним командам. Ну, очевидно, что, видимо, Ксаоэ понял, да, в чем там, может быть, проблема была. Может, какое-то там излишнее давление очередное. Может, там, какие-то флешбеки, да, с прошлых интернешнл, я не знаю, там. Аня приехал, думает, блин, опять, блин, сейчас сидеть. И вот это... Такой стресс, и как будто, возможно, себя вот это реально расслабил. Не знаю. Может быть, но с другой стороны, LGD, они поэтому и настолько жесткие фавориты, что они все, вот, последние турниры, они жесткий фаворит, и они минимум до финала доходят. В этом-то и штука, что они не ломались так долго. У меня вот такая мысль. Они очень много тренировались и очень много проигрывали, но мне кажется, что их проблема была не в том, что они в доту разучились играть, а в том, что у них неправильные приоритеты были какие-то вот по игре. Они посмотрели первый день, Xiaomi просто пошел. Вот как он, помнишь, после, там, третьей карты гранд-финала такой, о, говорит, у меня есть идея, вот такая-такая. Выкатил сильный драфт против не очень хорошего драфта соперника, и все. И оказывается, что LGD никуда и не уходили. То есть просто вот им удалось после первого дня посмотреть, как вообще нужно играть у остальных, списать, так сказать, и перенести на свой лад. Ну, опять же, это всего-навсего одна игра. Наверное, выводы о том, что LGD вернулись, делать еще рановато. Давайте дождемся, как они ее будут заканчивать, во-первых. Во-вторых, еще и вторая у нас будет, и ее тоже нужно LGD выигрывать, иначе верхнюю сетку они пока не проходят. Так, какие-то просветки непонятные. А, ну, Никса еще, понятные просветки. То есть выйти в смаке, найти какой-то пиков OG, но, опять же, LGD прекрасно читает карту, потому что они запушивают линии и смотрят. Так, ждут реакции. Мы запушили линии, вы ничего не делаете, значит, вы в смаке. И они аккуратненько играют, не подставляются. И сами уже, по-моему, если не ошибаюсь, они в смаке, видишь, пока я рандайм в смаке были. Разревеал, разревеал Магнус, и не получится забрать здесь Вайда, но зато получится забрать Пугну. Nothing to say, be on good like. Мне кажется, Никс просто полностью уничтожает все попытки куда-то выйти. Уже даже когда Никса нет, у них паранормальный страх того, что Никс где-то рядом, что он здесь, что сейчас он все разрезает, сейчас он нас подкопает всех пятерых. Какие-то просветки юзаются. Зомби Грейвзы против Дилейшена, отличная защита. Да и, в принципе, айтем не самый частый сейчас, но сильный, сильный саппорт айтем. Мека, я считаю, что у суппортов она хорошая шмотка. Ее в последнем патче сделали чуть дешевле. Так, СФ. Ага. Так. Коронасфирс. Слушай, СФ-то здесь один. И можно, можно, можно его попробовать забрать. Башики получают захил. Пошел на СФ. Амар сгрызается. СФ не успевает раскастоваться. Пангольер не допрыгивает. Но, да, СФ забрали. Опять куча ресурсов потрачена. Толку немного. Потому что потеряли двух хоров. Слишком большое преимущество у китайской команды. Еще и Тайга здесь. И Тайга. ТП-то у него хотя бы есть. Тайга ставит. Змейки на мансер. Мансует. Элдор Титан. Подальше, подальше забегает. Маны нет на телепорт. Есть стики. Уходят. Ну, знаешь, в целом, не так плохо для OG в их ситуации, что у них все-таки СФ нашли, убили. Возможно, сейчас будет какое-то окошко для фарма для OG. Посмотрим. Опять же, для LGD все просто. Именно нужно сейчас рестнуться, пойти на Рошана, забрать Аегис и уже пойти на хайграунд. Потому что нет хроносферы. Они это прекрасно понимают. И нужно играть первым номером. Ну да. Тем более с Аегисом, с Шардом. Как с ними вообще здесь бороться? С таким перевесом колоссальным. XenQ заходит в Рошпит. Лежит дабл дэмэдж. Тир-1 вышка на миде стоит. Поэтому СФ сейчас быстро. Как тебе, кстати, новые прически у Ами и у Ая? Так, у Ами вижу. Он просто покрасился, по-моему. Да, они покрасили волосы, так, причесочку и обновили. У Ая тоже так. Но они, знаешь, они после... Вот в этой форме, на фотке, которые выкладывали в социальных сетях, они как какая-то кей-поп-группа такая уже. Как айдолы выглядят. Ну, наверное, они такими и должны быть. У них там сколько всякой рекламы навешано и какая ставка. Вообще, LGD это... Ну, в Доте уж точно самая жесткая китайская организация. Поэтому им нужно представлять свою организацию, так сказать, быть ее лицом. Да, ну и как мы видели, на этой карте все получается в LGD. Возможно, причина того, что они зарядились от Торнадо Энерджи. Выбрали банку с своим любимым вкусом. 11 целых разных. Бабл, Ориджинал, Шторм, Коконат. Коконат Манго есть даже. И еще 5, да, получается, или 6. Короче, выбирайте себе. Заряжайтесь. И смотрите Татан вместе с нами. Так, двое доношли. Ну, кажется, ему конец. Не то, чтобы я был экспертом, но тут все очевидно. Хороший вардик такой, чтобы не было возможности OG спидпушить. Что же делать OG? OG все-таки... Смотри, где находится БЗМ. Вот ты вообще видел импакт от БЗМа в этой игре? Он как-то что-то был, но как будто его не было. Трудно... Мне даже в целом трудно представить, что Магнус сможет против этого драфта заимпактить. Но это же был ласт пик. Это был прям вот самый последний. Да, да. И это как бы главный вопрос. Как бы так, что у вас там вообще... В принципе, у вас какие-то мысли, да, что... Ну, так вот вы ласт пикаете, и о чем вы, как бы, ну... На что рассчитывали, непонятно. Но, опять же, может, какая-то идея у них была, которую мы недопоняли. Правильно? Не вкусили. Ну, да. Что-то было? Я не знаю, что они делают. Что они делают? Я вижу лицо БЗМа, понимаю, что ты, знаешь, какой-то попахиваешь таким уже тильтом. Потому что, ну, просто бананной в этой игре делать нечего. Ну, он просто не рассчитал, там, тысячу рейнджа блинка. Бывает. Это... Это какой-то Юл... Это какой-то Юл... ВСФа, чтобы... Подожди, это... Магнус нажал? Ну, да. Ну, Магнус нажал, чтобы просто, там, помешать бить несколько секунд. А потом в него нажали и чуть не убили. Это такое, наверное, некое времяпровождение, которое... Помню, коллапс на... На кунтке рисовал, там, пару таких символов. Да, 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 да. Что-то из той области. Ну, просто доигрываем. Просто доигрываем катку. Как бы, ничего не получается. Что-то прыгаем куда-то, туда-сюда. Бангалиру ванкурье разбили. Так, так, а тут выход. В кого? Ну, 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 и в зомби же. И не в веника. Это два худших вообще героя. А тут уже Никс набегает к Синкью. Карапаса нажимает. Элдер Титана подкопал. Тут же разворачивается. Понимая, что команды рядом нет. Ждет, ждет, ждет СФа. СФ набегает. Пошел, брыгнул под Юлил. Вывезли Никс Ассасина. Ну что, не РП же в него давать. В конце концов, всех проклинают. Хроносфера ставится очень плохая на Пангольера в шаре. И убить невозможно. В итоге Пангольер катится дальше. Рассказывает всю команду. Разор выцепил СФа. Неплохо, неплохо. СФу можно попробовать забрать. Но под хилл залетает. СФ бьет Воида. Башки прокуют. СФ без урона. Рейсет. Первый раз. Второй забирает. Первого. Второй тоже погибает здесь. И это минус три. Минус четыре. Байбэк от Магнуса. Гуд гейм. Ничего. 27 минут. Ничего не предоставили УДЖИ. Да. Изи. Для LGD. Ну так же, как и для Evil Geniuses вчера было против LGD, против УДЖИ. Собрались. Но, честно сказать, вот мне кажется, что драфт, он был таким, что УДЖИ было максимально сложно себя показать. Вот даже не исполнение. Да, все исполнение, все вот эти вещи, они шли от драфта. Даже трудно представить, что можно было сделать по-другому. Спасибо. 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 Спасибо.